6 февраля в селении Ленинаул Казбековского района в больнице прошла благотворительная акция при поддержке открытого акционерного общества «Черномор Транснефть». По обращению депутата Народного собрания Республики Дагестан Мухтар Пашу Маханова медицинскому учреждению было вручено оборудование на сумму около миллиона рублей. В мероприятии приняли участие представители администрации района, руководители организаций, ведомств, а также общественные и политические деятели. Первым перед собравшимися выступил глава Казбековского района Гаджимур Атмусаев, выразивший слова благодарности за столь значимую помощь и поддержку. Сегодня визит, можно назвать миссией, такая очень приятная. Это то, что называется, когда народные избранники, те крупные организации, учреждения, компании, которые у нас в стране находятся, работают вместе и поддерживают друг друга. В целом развивается страна. Далее по традиции слово было предоставлено почетным гостям. От лица генерального директора организации Черномор Транснефть мероприятие посетил Александр Садыков, обозначив, что благотворительная деятельность регулярно проводится не только на территории Дагестана, но и по всей стране. Перед присутствующими выступил и депутат Народного собрания Республики Дагестан Мухтар Паша Умаханов, который поблагодарил не только представителей акционерного общества, но и руководство Республики. Хочу прежде всего выразить, благодаря генеральному директору Черномор Транснефтьева, замгенеральному Садыкову Александру Юрьевичу за окаженную помощь и поблагодарить. Также поблагодарить хотелось и министра здравоохранения, который в дальнейшем обещал оказывать помощь в тайной больнице. Он обещал своим письмом приобрести по нашим обращениям, по обращениям к главу администрации аппарат УЗИИща. Слово было предоставлено также общественным и политическим деятелям. По завершению официальной части встречи гостям была проведена небольшая ознакомительная экскурсия по медицинскому учреждению. После всего увиденного заместитель генерального директора Черномор Транснефть Александр Садыков отметил, что проделываемая в данном направлении работа будет и дальше активно развиваться. Понятно, что есть различные федеральные программы, краевые и республиканские, но мы тоже хотим внести лепту в улучшении качества как образовательных программ, так и медицинских программ, которые реализуются в местах. И понятно, что также в форме оказания помощи, приобретения оборудования. Это адресные программы. Мы внимательно рассматриваем все обращения, которые к нам поступают, выбираем наиболее такие важные, которые нужны непосредственно на местах и работаем в этом направлении. О дальнейших планах работы в медицинском учреждении рассказал главный врач Махмуд Карамирзаев. Подчеркнув, что с оснащением больницы всем необходимым оборудованием люди смогут получить квалифицированную помощь специалистов, не выезжая за пределы села и района. Получение этой аппаратуры намного улучшится, я думаю, качественно улучшится обследование. Особенно это анализы. По этому анализу они обычно приезжали в районную больницу. Это все сейчас организовано будет здесь, и, по-моему, для населения будет очень удобно. Оказание помощи медицинским учреждениям – это далеко не единственное направление. Также оказывается социальная поддержка образовательным учреждениям. Следующими объектами посещения представительной делегации стали реабилитационный центр в селении Дылым и детский сад «Сказка» в городе Хасавюрт, где не так давно были оборудованы компьютерные классы. От лица городской мэрии меценатов поблагодарил первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов и работники дошкольного учреждения. По завершению встречи делегаты подчеркнули, что ни одно обращение руководству Черномор-Транснефть об оказании помощи не остается без должного внимания и содействия в решении того или иного вопроса.